Славянский базар закончился, а эмоций от его концертов хватит еще надолго. В этом году возможность попасть в летний амфитеатр в Дни аншлагов разыгрывал Евроопт. 7 тысяч билетов на три концерта самых ярких звезд фестиваля. Все впечатления и хиты в репортаже Анны Волковец. В многотысячном зале летнего амфитеатра несложно было найти тех, кто выиграл билеты на концерт Стаса Михайлова в игре «Удача в придачу». Ведь хит о самом лучшем дне они подпевали очень искренне. Концерт заслуженного артиста России запомнился и особенно эмоциональной публикой. Известный факт, что среди поклонников исполнителя в основном представительницы прекрасного пола. А потому выигранные билеты нередко становились подарком для мам и подруг. Билеты выиграла моя невестка с сыном. Они постоянные покупатели, хотя и мы. И на мой юбилей они подарили мне первый раз Инна Стаса Михайлова. Именно мечта всей моей жизни. Европа заранее изучил музыкальные вкусы своих покупателей. И так у всех появился шанс абсолютно бесплатно попасть на концерт любимой звезды. Шоу Григория Левса в фестивальном Витебске уже традиция. Артист привозит сольную программу несколько лет подряд. Всегда аншлаги. А когда в зал приводит удача, удовольствие от музыки ценится вдвойне. Здесь кого? Зачем мы так живем? Вообще шок. На Григория Левса приехали. Классно. Мы рады. Очень хотели попасть на этот концерт, но нам не хватило обычных билетов. Поэтому это было просто суперудача. Чудо. Впечатляла и география победителей. Многие из них никогда не были в Витебске. И открывать для себя атмосферу знаменитого фестиваля, когда два билета принесли товары удачи, хороший повод. Такой была история трех с половиной тысяч зрителей на шоу Валерия Меладзе. Значит, каждый второй гость амфитеатра попал на этот вечер красивой музыки и живого звука благодаря Евроопт. Очень неожиданно пришла смс-ка в очереди в магазине. Я сначала не поверила, думала, что это шутка, пока не получила билеты по электронке. Билеты выиграла моя бабушка. Естественно, мы все обрадовались. И бабушка сказала, бери подружку и езжайте. И вот мы здесь. И мы очень-очень рады этому. Радость побед с удачливыми покупателями артисты Славянского базара разделили и во время 37-го розыгрыша. Специально для этого студия Евроопт переехала в Витебск. Группа «Нана» порадовала гостей и участников хитами проверенными временем. Игра «Удача в передачу» обязательно продолжит доказывать. Не всегда хороший подарок должен быть материальным. Ведь иногда так важно отвлечься от будничных забот и просто отдохнуть душой. Анна Волковец, Олег Шапель, Дмитрий Буй, Олег Горюнов, ОНТ «Витебск».